Книга «Рекурсивная эволюция. Развитие биосферы и научные основы религии». Читает автор Игорь Кристофович. Часть первая. Введение. О чем эта книга? Эпиграф. Не то, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Федор Иванович Тютчев. Можно ли вообразить более интересное занятие, чем восхищение чудесами природы? Сколько загадок и открытий таит в себе ночной небосвод с его звездами, планетами и галактиками, движущимися миллионы лет по точно рассчитанным траекториям. Как прекрасны горы, морские побережья, сложные узоры минералов и рисунки снежинок, строение веществ под микроскопом, полеты облаков и отблески зорниц. Но самое захватывающее, что мы можем встретить в этом мире – живая природа. Есть ли более интересная и важная тема, чем происхождение организмов, их развитие на протяжении миллиардов лет и непрерывное совершенствование? Осознаем ли мы, откуда все это явилось, в каком направлении развивается и куда стремиться? Какой в нашем существовании смысл? Если вы знаете ответы, немедленно выключите эту книгу, ибо в ней сделана попытка ответа на вопросы – как мы возникли, зачем живем, куда уходим и по каким правилам следует жить. Две мысли были главными в моей жизни. Первое – ощущение, предчувствие чего-то, выходящего за рамки материальных ощущений. Второе – настоятельная потребность логического объяснения этого ощущения. С одной стороны, мы обитаем во вполне осязаемом мире. Все, с чем мы соприкасаемся, поддается нашим пяти чувствам. Мы видим, осязаем, обоняем множество предметов и не сомневаемся в их реальности. Явления, которые невозможно воспринимать напрямую, как, например, радиоволны, мы научились преобразовывать в видимые и осязаемые образы. Но почему нас тревожит неполнота наших ощущений? Зачем мы ищем истину за пределами чувственного мира? Откуда берется постоянное ожидание чуда, надежды на вмешательство высшей силы? Говорят, что в окопах под обстрелом нет атеистов, как нет их и на корабле во время серьезной бури. Большинство жителей нашей планеты являются людьми религиозными. Чистые атеисты составляют лишь незначительный процент населения. Между тем, много ли вы видели людей, абсолютно не испытывающих колебаний в предмете своей веры? Никто еще не опроверг мнение Павла Федоровича Смердякова, что, может быть, один или два человека только и есть на всей земле, которые имеют веру из гортичное зерно, чтобы приказать горе сойти с места. Да что там горе? Кто даже из людей истово верующих рискнет пройтись по глади морской, не опасаясь, подобно апостолу Петру, уйти под воду? Если некто усомнится в реальности Солнца, ему следует лишь открыть глаза. Если кто-то выдвинет теорию о том, что человек может жить без воздуха или воды, нетрудно поставить эксперимент, опровергающий его мнение и навсегда отбивающий у него охоту оспаривать расхожие истины. Материальные вещи рациональны, они ощутимы. А вот чувство религиозное к разряду рациональных не отнесешь. Нам говорят, что награда за следование канонам наступит в потусторонней жизни, но как проверить это? Как объяснить, что заведомые подлецы, постоянно совершающие преступления, наслаждаются роскошью, а абсолютно невинные дети умирают от города? Как объяснить, что заведомые подлецы, постоянно совершающие преступления, наслаждаются роскошью, а абсолютно невинные дети умирают от голода или болезней? В чем, наконец, смысл нашего существования? В чувственных удовольствиях или праведности? Понять это невозможно, не зная, что такое жизнь, от чего она возникла и почему развивалась так, как произошло на нашей планете. Материалисты-дарвинисты рассказывают нам свою историю. Жизнь, по их мнению, получилась путем случайных химических процессов, а эволюционировала потому, что сохраняла лучшие образцы возникших или мутировавших организмов. Как разглядеть тонкую грань, отделяющую живое от неживого? Наука не объясняет. Вот живой организм существует, дышит, у него бьется пульс и все химические процессы происходят внутри тела. Через минуту – смерть. Химия тела еще точно такая же, но грань уже пройдена, обратного пути нет. Было понятно, что доминирующая теория эволюции не дает адекватного объяснения жизненным процессам на Земле. Альтернативой ей является идея высшего существа, создавшего все живое. Но и она не предполагает ответа на вопрос, а кто создал высшее существо? А если оно существует, почему мы должны возлюбить его? Что, если мы придуманы и приведены в этот мир, полный страданий и неудобств, просто из его прихоти? Ведь цель создания жизни ни одна религия не объясняет. По мере обдумывания и собирания материалов для этой книги стало понятно, что рациональное объяснение биологических явлений логически ведет к пониманию основ религиозности. Вопреки моему первоначальному замыслу, вдруг выросла новая концепция духовности. Стало понятно, что две мои главные мысли имеют один корень, одно объяснение. Многие туманные вопросы прояснились сами собой. Наука и религия стали нераздельным целым. Это явилось сюрпризом для меня. Но источником уверенности служило то обстоятельство, что ни одно положение не приходилось притягивать за уши, насиловать логику и выкручивать руки фактом. Все, что обнаружили и описали поколения ученых и философов, ложилось в картину моей гипотезы, естественно, как кусочки мозаики. Надеюсь, что читатель, одолевший всю книгу, сумеет оценить целостность и всеохватность нашей гипотезы и ее способность легко и непротиворечиво находить ответы на самые запутанные вопросы науки и философии, включая религиозные воззрения. Я называю предмет этой книги гипотезой, так как не все изложенные здесь утверждения могут быть проверены пока экспериментально. Назвать разработанную мной концепцию теорией я не решился, хотя грань между этими понятиями почти неволобима. Питаю надежду, что слушатель сумеет оценить ненавязчивую манеру изложения, лишенную категорических утверждений и дающую ему полную свободу делать собственные выводы. Книга рассчитана на широкую аудиторию любого образовательного уровня и различных интересов, от школьников до остепененных профессионалов. Продолжение следует...